В этом выпуске поговорим об Ипатовском многопрофильном центре реабилитации и абилитации детей-инвалидов и инвалидов-подсолнух. Это место, где не просто оказывают социальные услуги, а создают комфортные условия для жизни и развития ребят. Подробнее о центре и качестве жизни в нем поговорим с директором Ольгой Клименко. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Радует вас сегодня в студии. Давайте сначала познакомимся с центром поближе. Расскажите о нем самом. Какие же услуги вы оказываете на сегодняшний день? С 1 января 2024 года мы стали многопрофильным центром реабилитации и абилитации подсолнух. Почему многопрофильным? Потому что у нас разноплановое учреждение. Мы оказываем и социальные услуги, их очень много. Это и бытовые услуги, педагогические, психологические, коммуникативного потенциала. Мы оказываем образовательные услуги. У нас есть лицензия на получение дошкольного, начального, общего, дополнительного образования. Наши дети имеют возможность и лечиться в учреждениях. Есть медицинская лицензия на амбулаторно-поликлиническую деятельность. Ну и, конечно, социальная дневная занятость очень развита у нас. У нас для взрослых ребят мастерские работают, трудовые. И у нас уже более взрослые детки начинают трудоустраиваться в этом отношении. Поэтому мы и многопрофильные. Ну а подсолнух, потому что это символ Ставропольского края. А куда ж мы? Я ещё думала, знаете, подсолнух всё-таки символ солнца. А дети у вас особенные. Всегда, знаете, тоже символизируют эту радость и улыбку какую-то. А сколько же числится детей у вас сегодня? Сегодня у нас 102 ребёнка. Из них у нас 16 человек в отделении дневного проживания. Вот из года в год как меняется количество детей? Плюс-минус оно остаётся так же. Оно сильно не уходит. Меняется тенденция. У нас есть дети, они, по сути, и остаются детьми инвалидов, которые 18 лет, до 23 лет они имеют право у нас жить. Поэтому немного сегодня одних больше, других меньше. И поэтому всегда 96-100 человек мы всегда как-то вот в этих позициях держим количество. То есть для детей инвалидов и инвалидов это есть радость, что до 18 и до 23? Да, мы оставляем ребят, мы им даём ещё предпрофессиональные навыки какие-то, учим самостоятельные жизни. Вот в этом году будем начинать программу нового сопровождаемого проживания. У нас на сегодняшний день учебное проживание, чтобы дети могли максимально себя обеспечивать и обслуживать. Тогда немножко о самих детях и, в принципе, ваших подопечных. Вот с какими диагнозами попадают и как попадают? Нет. Детки у нас проживают, дети-инвалиды с расстройствами аутистического спектра проживают, у нас с интеллектуальными нарушениями различной степени тяжести от 4 до 18 лет. Тех детей, у кого есть потенциал сохранный интеллект, мы оставляем до 23 лет, потому что действительно 8 трудовых мастерских, где дети получают предпрофессиональные навыки. У нас есть тех, кто получает, уже закончил обучение в школе 2 человека, они получили профессию и начали работать в нашем учреждении. Знаете, я думаю, для таких детей ощутить себя работоспособным человеком, ну, это многого стоит, потому что они настолько счастливы, что имеют возможность заработать и потратить свою трудовую копеечку на то, что им хочется. Вот это замечательно. А так детки с 4 до 18 лет обучаются. У нас очень много, у нас 3 школы посещают дети, у нас 17 человек обычные, общеобразовательные учреждения посещают, а остальные обучаются на нашей базе. Есть у нас 7 кружков творческой направленности и музыкальной, 8 мастерских у нас работают, у нас есть мультстудия, где дети занимаются. Поэтому свободное время у них, как у обычных детей, скажем, в обществе, прям разбито по минуткам, по часам. Они все четко знают свою работу, куда идти и чем заниматься. Тогда давайте подробнее поговорим о работе с детьми. Именно вот как вы строите форму работы по группам, индивидуально. И вот что за группа детей, которые учатся в общеобразовательной школе, а на базе центра тогда чем они занимаются? На базе центра, не знаю, первую половину дня они учатся в образовательной школе, когда приезжают со школы, мы их привозим. У них есть кружковая работа, там уже идут интересы. У нас есть спортивные секции, очень развит адаптивный спорт. Но спорт как спорт, еще есть и секции, где дети развивают свои спортивные навыки в соответствии со своими индивидуальными возможностями. У кого-то что-то лучше получается, у кого-то не очень получается. Но тем не менее адаптивной физкультурой занимаются все детки. У нас соревнования краевые часто проводятся на базе, и мы выезжаем на краевые соревнования, встречаемся с другими ребятами и подростками. И детвора таким образом общаются. Мы очень тесно сотрудничаем с садами, школами города. То есть они к нам в гости, мы к ним в гости. Очень много детвора выезжает по Ставропольскому краю, путешествует. Мы стараемся, чтобы это была не просто досуговая такая деятельность, хотя детям отдыхать тоже надо. Но мы стараемся, чтобы это было еще и познавательного характера все мероприятия были. И в этом плане они очень нравятся детворе заниматься этим. А вот дети, которые у вас находятся в стационаре или полустационаре, как у них проходят занятия? Как тоже классами или как? Группа делится определённо? Кто-то классами, кто-то делится на определённой подгруппе, потому что больше пяти человек таким детям заниматься нельзя. А есть те, кто занимается, тем не менее, индивидуально. По отделению дневного пребывания я могу сказать, что там это родители желания. Они хотят, чтобы непосредственно получать образовательные услуги в нашем учреждении. Они за этим к нам и пришли. Ну и помимо этого дети продолжают заниматься в кружках, в секциях. Вот у нас как бы звёздочка девочка появилась. Мы её с собой, у нас есть волонтёрский отряд свой, когда мы приезжаем в дома-интернаты для пожилых и престарелых. У нас есть два дома, которые мы как бы курируем, постоянные гости. И она тоже стала с нами ездить, её семья отпускает. Сначала немножко так боязливо относились к этой теме, а сейчас нормальная девчонка ездит, путешествует вместе с нами. Мы возвращаемся в течение одного дня засветло, поэтому её отпускают родственники. И это, знаете, какая замечательная компенсация получается, когда детвора приезжают в дом, где бабушки и дедушки. И они такое живое общение, вот смотришь и не нарадуешься. Да, вот как раз говорите, я на вашем сайте видела фотографии, действительно, вот у вас фотоотчёты, всегда такие душевные, вот эти эмоции. Да, то, о чём вы говорите, я представляю. Да, дети готовят заранее подарки, мы заранее готовимся к этим встречам. Дети готовят подарки и привозят. Потом садятся, чай пьют, общаются. И вот дают ту самую частичку тепла, которую у нас всё равно в казённое учреждение, есть казённое учреждение. Как бы мы ни старались, вот это детский дом или это дом для престарелых. А здесь вот очень хорошая компенсация получается, живая такая. Действительно. И всё-таки, наверное, основная часть вашей деятельности – это же образование, да? Вот давайте поговорим, как же оно устроится. Вот какие занятия вы проводите с детьми? Как положено, как в школе. Есть программа. В принципе, этим детям программа только по начальному общему образованию. Она специализирована по варианту 2 или там 1, 4, 6, 4, 8, 4. Программа чётко оговаривает, в каком объёме ведутся занятия. Это школьная программа. Да, количество уроков. У нас уроки идут не 45 минут, потому что этим детям тяжело высиживать такое время. 25-30 минут. В зависимости от возраста и опять-таки в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка. Дополнительная система образования. Мы её года два назад полностью переформатировали и ушли, как бы не только сделали обычные классические кружки. Мы её немножко по творческому направлению и стали развивать. И получилось более здорово, потому что у каждого ребёнка какие-то свои индивидуальные особенности. И вот кому-то нравится заниматься художеством, кто-то действительно спортом увлекается, занимается более серьёзно. Кто-то вообще там в творчестве... У нас даже в творчестве разделились детки. Они ушли кто в творческую, а кто-то в мультистудию. Понимаете, нравится творить по-другому. Театрализованные постановки нравится. Они создают мультики. Крыли свой канал, где дети сами создают мультики, а потом озвучивают. Настолько велико желание заниматься вот этим таким маленьким кинематографом, да, мультистудия, что детей сложно оторвать. А кому-то нравится готовить, и они с радостью бегут в кулинарную студию. И там занимаются, они пекут булочки, они пекут там пироги, друг другу на день рождения готовят, встречаются. Друг другу в гости ходят, потому что группа организована у нас по семейному типу, и они друг другу в гости ходят со своими угощениями. Тогда вот мы как раз-таки о форме жизни поговорим попозже. Вот помимо досуга образования, ещё активно у вас трудовая деятельность развита. Трудовая деятельность, обязательно. А вот в чём она заключается? Она заключается в том, что когда мы стали понимать, ребята взрослые, взрослеют, и есть необходимость им действительно заниматься чем-то дельным, потому что от бездельной ничего хорошего не получается. А так как это их дом, то они вместе с нами должны трудиться на благо дома. Мы поставили одну тепличку, и они стали выращивать потихонечку. Сначала рассаду выращивали, потом помидорки, огурчики выращивают. И у них это так стало получиться, и захватило их. Потом высадили в сад. И они дополнительно, допустим, к обеду весенние, с весны, далее осенью, они едят, у них есть свои помидорчики, огурчики, перчик, подкрошить салатик. Они уже знают, как это растёт, как добывается, сколько труда приходится приложить, сколько усилий. Обидно, когда всё это портится, если вовремя не полил как-то. Кроме того, у нас есть столярная мастерская, где ребята трудятся, ремонтируют, собирают мебель, помогают. Это тоже они делают с удовольствием. Но и для того, чтобы как-то было живое общение не только с людьми, а с живой природой, у нас есть павлины. Мы завели, построили им домик своими руками. Взрослые ребята вместе с инструкторами по столярному делу, они построили домик. Сейчас мы уже лебедей завели. У нас есть декоративные курочки, за которыми мальчики взрослые ухаживают. Причём они делают это с удовольствием, потому что они следят, что они покушали, что не покушали. И получается, это у них вот прям неплохо. И дети заняты, они не бездельничают, им некогда. У них день проходит активно, быстро. Им есть о чём подумать, чем завтра накормить, когда там надо своё время наубрать. Да, плюс это дисциплина, это чувство ответственности. И ответственности тоже привыкать, потому что мы этих ребят готовим к самостоятельной жизни. Мы не знаем, что у них получится в будущем, но тем не менее мы их готовим к самостоятельной жизни. Да, разумеется. Хочу продолжить говорить о деятельности вашего центра. Ещё одно направление – это, конечно, организация именно мероприятий, праздников. Вот в этом направлении расскажите, какие же мероприятия, в каком направлении вы их организуете и в каком формате? Вместе с детьми или для детей? Вот расскажите. Наверное, для детей нет, потому что у нас всё вместе с детьми. У нас нет такого – это вы, это мы. У нас всё получается. У нас неважно, какое мероприятие, любая дата – это однозначно отмечается, и все вместе. То ли это, допустим, день рождения учреждения, то ли это день рождения непосредственно ребёнка, То ли это знаковая дата, 8 марта, 23 февраля, День Победы. Вообще государственные праздники, религиозные праздники, потому что мы активно взаимодействуем с учреждением города, мы с церковью очень хорошо, тесно сотрудничаем. Поэтому все праздники только вместе. Вместе ходим, вместе выезжаем и выступаем. Один номер вместе поём, дети, то дети, то взрослые, сотрудники. Это только всё вместе. Отлично. И вот вы уже говорили о том, что вы часто выезжаете. Выезжаете куда-то за пределы центра. Что это за поездки? Это экскурсии или что это? Поездки разные бывают. Иногда это и развлекательного характера. Вот как предновогодний, да, дети просто выезжают, отдыхают на новогодние мероприятия. То ли в театр, то ли просто какое-то мероприятие готовят, нас приглашают, мы приезжаем. Но бывает и познавательного характера поездки, когда мы выезжаем в Кисловодск, в Дельфинари, выезжаем. Мы проезжаем в Форт Боярд, игры здесь в Ставрополь, допустим. Ну вот смотрят, они принимают участие, они пробуют себя вот в этой взрослой такой жизни. То, что увидели по телевизору, они тоже себя попробовали. А стали мы практиковать для взрослых ребят такие поездки. Допустим, мы выезжаем, ну это для 18+, допустим, в Кисловодск, останавливаемся в гостинице, оставляем там водителя с машиной, они садятся на электричку, едут в Пятигорск, там ждёт экскурсовод. По Пятигорску вводят, обратно садятся на электричку. Знаете, сколько счастья попробовать себя, как обычные люди. Они приехали, они настолько в восторге были, рассказывали, что они жили в обычной гостинице, как все другие люди, что для них электричка, конечно, была целым вот таким событием в их жизни. И это тоже, как говорится, и социализация в том числе. Да, действительно. Ну и круглый год, в принципе, да, получается, организовывают эти поездки? Обязательно. Если погодные условия позволяют, допустим, те, когда у нас выезжают детки, то же самое с волонтёрским движением, они выезжают в село Преградное, в Красочное село, они выезжают с удовольствием не только потанцевать, скажем, на культурно-массовое такое какое-то мероприятие, но они выезжают иногда и поработать, и снег покидать, как говорится, потому что люди пожилые, им с этим намного тяжелее справляться с какой-то помощью. Это всё за средства интерната, или же вам помогает, может быть, министерство курирующее? Ну, они нам выделяют деньги, естественно, на ГСМ, естественно, эти деньги мы тратим как положено. Да, мы всегда, мы понимаем, сами распределяем деньги так, чтобы у них была возможность выезжать, потому что это просто, ну, большая работа по социализации, она очень много даёт. А кто, в принципе, является у вас курирующим министерством? Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Отлично. Также известно, что в крае принимаются меры как раз-таки по повышению качества жизни для детей с психическими расстройствами. Вот расскажите, в принципе, про эти меры, какой это комплекс, и какие меры принимаются именно у вас? Я не буду так вот перечислять все эти меры. Основной принцип всех этих мер – это жизнь как дома. Несколько лет назад мы взялись за эту деятельность очень активно, и помещение детей, вот, нам в этом отношении, наверное, повезло, у нас по квартирному типу они так и устроены. То есть есть коридор, есть ванная комната, она большая с коридорчиком, отдельно санузлы, там несколько, есть общая комната, огромная игровая, и есть 3-4 спальни, где дети спят по 2-3 человека. В каждой комнате есть телевизоры, есть сплит-система, есть все необходимое. Я не говорю про игровой интервью. Шифонеры стоят там же, дети могут одеться, сами решить, что им сегодня одеть, что им завтра одеть. В каждой группе есть утюги, есть сушилки. В части группах есть стиральные машины, те, кто может ими пользоваться, дети учатся. То есть у нас еще есть в 4-х группах, мы сделали такие буфетные комнаты, поставили посудомойку, стиральную машину, раковина стоит, есть посуда. То есть дети приходят, они там себе разливают, со столовой получают питание, и вот у них такая вот семья. У них есть холодильники. Когда то ли родители привозят продукты, то ли по договорам им покупаются продукты, и они имеют возможность что-то дополнительно себе приготовить. В том числе из мастерских. Есть мультиварки, микроволновки, которые дают возможность, вот когда у нас там кабачки выращиваем, у нас там и оладушки пекут, и тортики такие овощные всякие. И вообще мы сами сотрудники тоже приносим, и муку, и маргарин, и все, и дети любят выпекать, потому что сегодня техника очень умная, поэтому мы их научили управлять этой техникой, и они этим пользуются. И я хочу сказать, что дают огромные результаты. Все-таки то ли чайник поставить, нету теперь такого, что вот все, столовая закрыта, чай не можешь попить. Нет, ты можешь чай попить, потому что у тебя есть чайник, ты подогреешь, налешь чай, попьешь, тоже конфетка, все, что есть. Поэтому мы обучались все эти годы. Вот это семейное проживание. Когда мы клеили обои вместе, мы выбирали обои, они клеили, тоже помогали нам клеить обои снова вместе. Когда белили, красили, все вместе. А в принципе, вот как давно этот комплекс мер был разработан и кем? Изначально, наверное, в основе лежало постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2014 года, номер 481, об организации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А потом уже принимались региональные меры. И вот с тех же пор, да, с 2014 года? С тех же пор потихонечку, да, это дело не быстрое, потому что очень много сил надо было вкладывать и средств. Но, тем не менее, потихонечку мы с этим справились, и уже все нормально. Вот для реализации всех этих мер, чтобы организовать быт как дома, нужны ли также дополнительные средства? То есть да, то также кто вам помогает? Нет, мы старались всегда вкладываться в средства госзадания, те, которые нам отделялись средствами. Дополнительных средств мы не просили. Естественно, на какое-то оборудование, допустим, такое большое, но это больше для улучшения материально-технической базы самого учреждения. Министерство труда нам выделяло определенные средства. А так по группам мы справлялись сами. Отлично. Хочу поговорить о ваших сотрудниках. Все-таки это люди с большим сердцем и с большим терпением. Расскажите, что это за специалисты? Это замечательные, добрые, хорошие люди. Знаете, мамки такие. Я хочу сказать, прежде всего, за младший медперсонал, потому что это люди, которые круглосуточно по графику они находятся с этими детками. Они привыкают к ним, они болеют за них. Они вместе с ними ложатся в больницу. Они их любят, они за ними ухаживают. Педагогический персонал тоже самое работает с детками. Я не знаю, это действительно огромное сердце. Я всегда говорю им огромное человеческое спасибо за их работу, потому что их работа важна. Вот этот весь принцип, как дома, без их тёплых сердец и без доброго отношения, он просто не будет работать. Если нет терапевтического пространства в коллективе, допустим, да, и если нет доброго, хорошего отношения к этим деткам, то ничего никогда не получится. Какая бы база ни была материальная. Поэтому низкий поклон, люди работают, люди любят. Мы радуемся победам наших детей. У нас, допустим, был ребёночек, он и есть маленький. И он у нас сколько лет прожил, вот его когда-то с дома ребёнка привезли, он у нас лежал, мы прям на протёртой пище были, очень переживали за него. У нас таких детей не было, всё. Сегодня этот ребёнок ходит, топает, и, наконец-таки, есть обычную пищу. То есть, я думаю, что никакая реабилитация, наверное, без любви не дала бы вот таких результатов. А сегодня, когда он бежит, он сначала на ходунках там начал ходить, всё. И когда он бежит, все останавливаются и, знаете, смотрят на него и улыбаются, и улыбочка вслед. Потому что всё равно это приятно, это вот очень здорово. Трудно передать, когда ты испытываешь эмоции. Потому что, как бы и ни было, когда он пройдёт, ты просто смотришь и умиляешься. Да, действительно, потому что, знаете, как результат вашей работы, как будто отдача, да, вот есть какая-то ваше отношение. Да, и когда вдруг ребёнок, он глухонемой, глухонемой, а потом раз ты слышишь, что он разговаривает, и он понимает тебя. Он уже тебя по губам читает, а потом идёт время, и он уже проговаривает какие-то слова, и мы находим взаимопонимание, и мы разговариваем. Какие же именно профессии, скажем так, какие специальности у педагогов? У нас есть и учителя, у нас есть воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи. У нас дефектологи, есть тифлопедагог, сортопедагог, вот, инструктор по адаптивной физической культуре, музыкальный руководитель. А в мастерских работают воспитатели, которые повысили свою квалификацию в определённых направлениях. Вот, они работают. Вы говорили, что у вас ещё активно спортивная деятельность нравится, значит, у вас ещё есть и тренеры, да? Ну, они инструктора сегодня по адаптивной физкультуре. А соревнования, да, в каком ключе проходят? Как эстафета или прямо по видам спорта? Нет, по видам спорта соревнования проходят. У нас в министерстве есть график проведения соревнований. У нас на нашей базе проходит волейбол мужской, женский, у нас проходит теннис, вот, и флорбол. Это хоккей с мячом маленьким, такой безопасный, потому что он съездал. В прошлом году мы сделали хорошую волейбольную площадку на улице, резиновую себе сделали для того, чтобы было более безопасно. Дети и дети, они и здоровые падают. И краевые соревнования проводятся. А сейчас для того, чтобы как-то объединять коллективы, мы стали проводить соревнования по теннису среди сотрудников наших учреждений, потому что это тоже здорово объединяет. Конечно, действительно, как корпоративная этика соблюдается. А детям очень интересно смотреть за нами, как они приходят, они приходят в зал поболеть за своих и посмотреть, кто как играет. Да, действительно, очень интересно. Ещё такой важный аспект, конечно же, это питание. Вот вы сказали про питание как на досуге, да, когда дети могут выращивать свои овощи, могут там что-то выпить. А вот, в принципе, как же они питаются, какой рацион и так далее? Шестиразовое питание, сбалансированное. Вот, в основном, как бы, оно по возрастам. До 7 лет, с 7 до 12, 12 до 18 и 18 плюс. Кроме того, у нас есть, допустим, ребёнок, у которого есть такие генетические заболевания, и она на отдельном питании находится. Здесь возникают какие сложности? Ну, приобрести-то один вариант, как говорится, меню разработать. Другой вариант, что когда с этим ты ребёнком выезжаешь в свет куда-то, вот она в школу ходит, у нас начинаются проблемы, потому что кто-то старается детдомовскому ребёнку дать конфетку, печеньку, а этого делать нельзя. Вот этому ребёнку этого делать нельзя. Приходится большую работу проводить, потому что у неё сразу идут нарушения. Вот, у неё очень тяжёлое заболевание. Когда она на диете, то всё хорошо. А, но она неговорящая. Мы разговариваем с учителями. Ну, не все, как бы, нам в этом отношении, знаете, как бы иногда верят, но всегда кажется, что вот не разрешаем. Нет, разрешаем. Мы разрешаем всех угощать. Но есть девочка, которой нельзя давать определённо. Мальчику другое что-то там, допустим, нельзя давать. Поэтому мы за этим стараемся очень следить. А так, у детей соки каждый день, кисломолочная продукция каждый день, фрукты каждый день, выпечка. Мы не покупаем готовую выпечку. У нас кухня замечательная, работники кухни пекут, поэтому мы всё делаем сами. Отлично. Вот вы, кстати, говорили, да, что до 23 лет ещё можно находиться у вас в центре. Все ли дети остаются до 23 лет? Вот как быть после совершеннолетия или же после вот исполнения 23? Вот как жизнь строится? Ну, до 23 остаются не все. Это дети остаются те, кто без попечения, у кого нет родителей. Потому что, когда ребёнка исполнится 18, всё-таки родители есть, и они должны об этом позаботиться. Мы, дети, учим жить самостоятельно. Вот, допустим, в этом году мы хотим, хотим, мы уже отправляем двух мальчиков в сопровождаемое проживание. У одного парня есть квартира, собственное жильё. Вот. И мы будем пробовать. Они оба трудоустроены у нас в учреждении, чтобы они приходили к нам, работали, вот, и уходили домой, и справлялись с каким-то... Ясное дело, что мы будем рядом. Это постоянно социальное сопровождение. Вот. И сопровождаемое трудоустройство мы реализуем. К сожалению, потом это... Если у нас не удастся всех отправить, как говорится, на сопровождаемое проживание, то тогда это психоневрологический интернет. Но сегодняшний... Хотя они тоже развиваются сегодня, у них тоже люди трудоустраиваются, они тоже улучшают качество жизни. Те и иной, это уже другая история, потому что это уже совсем взрослая жизнь. Ну, то есть, скажем так, одного сценария тут нельзя рассказать, да? Нет, нет, тут много, может быть, разных сценарий, потому что вот мы сейчас двоих отправляем и решили посмотреть. Вот сейчас мы с ними договора сопровождения заключаем на год и будем смотреть, как же у них получается жить. Вот. Потому что не всегда, допустим, какая-то патология организма, она не говорит о том, что человек не сможет жить самостоятельно. Он пишет, он читает. Вот я с одним молодым человеком ездила, мы продавали там ветвое жилье, ее покупали, когда квартиру. Он у нотариуса сам, он даже сам меня остановил. Он сам поворачивал, он читал, как говорится, он понимает, про что идет речь. Он очень горд тем, что у него есть теперь жилье выплатовое, что мы его отремонтировали вместе с ним. Вот. И теперь готов приступить самостоятельно. Мы его сейчас трудоустроили на работу, и он теперь вот просто счастлив безумно, что он будет пробовать жить самостоятельно. Отлично. Это приятно. Слышать, конечно, хотелось бы, чтобы таких историй было побольше. Да, это правда. Ольга Николаевна, и в заключение расскажите, вот за недавно закончившийся 2023 год произошли какие-то изменения в центре? Вот какие итоги мы с вами можем подвести? Итоги, наверное, для нас, например, стал, мы многие направления уже развили давно, в учреждении, и работаем как бы уже стабильно. Для нас самый главный итог учреждения, наверное, то, что мы стали сами себя настраивать на то, что нам надо уметь отпускать наших детей. И результатом этого стало вот сопровождаемое проживание. Вот, потому что детей надо более, ну, как любая мама, как говорится, да, мы должны когда-то отпускать их в свободную жизнь. Вот сегодня мы этим и занимаемся. При всей любви, при нашем хорошем, добром отношении, вот, мы решили, что будем потихонечку отпускать наших детей, и просто будем рядом где-то подхватывать и протягивать свою руку помощи. Вот, то есть развиваются не только дети, не только учреждения, но и мы. Отлично. Ольга Николаевна, я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам пришли так подробно, и с таким большим теплом все-таки рассказали о центре, о ваших детях. Желаю, чтобы вот с таким же успехом и с такой же добротой дальше вот вы жили, как одна большая семья. Спасибо большое. Будем. Друзья, напоминаю, что с нами в студии была Ольга Клименко, директор Ипатовского многопрофильного центра реабилитации и абилитации детей-инвалидов и инвалидов-подсолнух. И, как всегда, до встречи при актуальном интервью и оставайтесь на своем.